Всем привет! Меня зовут Павел, и раз наступило лето, огромное количество людей вот-вот отправится отдыхать в теплые края. Не с нашей экономикой. Особенно приятно, наверное, про летний отдых слышать тем, кому начальство дает отпуск в лучшем случае в ноябре. Друзья, я с вами. И наверняка многие из отдыхающих столкнутся с известным нам всем законом подлости. Ты, блин, с каждой зарплаты откладывал копеечку, чтобы как следует отдохнуть эту одну несчастную неделю в году. И, понятное дело, первые два дня будет дождь с стеной. Ты, правда, приперся в сезон дождей, но во всем виноват закон подлости. Конечно же, сталкиваются с ним не только туристы. Ты вчера купил себе новенькие, белые, фирменные, ну, практически, кроссовки. Стоило зайти в метро на первой же станции, самый здоровый мужик в вагоне. Не просто наступил, а вот буквально чечетку исполнил на твоих ногах. Закон подлости. От сессии до сессии, как все мы знаем, живут студенты весело. Но на экзамене ты, разумеется, вытащишь именно тот билет, где ты даже вопрос не можешь прочитать. Закон подлости. Ты блогер. Звучит как оскорбление. Решаешь, наконец, снять не просто реакцию, а реакцию на чужую реакцию. И что вы думаете? Ты дебил. Конечно же, камера будет разряжена. Слава богу. Закон подлости. Подобные примеры можно приводить еще очень и очень долго. Но я думаю, вы и так уже суть уловили, поэтому лучше объявлю победителя прошлой недели. Мою книгу с автографом получает... Если вы хотите оказаться на ее месте на следующей неделе, то просто подпишитесь на мой канал, инстаграм и под последние фотографии в инсте оставьте любой комментарий. Если вам кажется, что вам не везет и вселенная именно на вас поставила черную метку, то спешу успокоить. Вы со своими белыми кроссовками и забытым зонтиком даже рядом не валялись с человеком, имя которого стало, ну, практически нарицательным. И американцы вполне могут заменить словосочетание «закон подлости» на «эффект Гора». Не этого. Альберт Гор. Американский вице-президент в прошлом, эколог, лауреат Нобелевской премии и хронический неудачник. Последние лет 15 Гор является одним из самых ярких и известных, и большинство... Кто это? Борцов с глобальным потеплением. Звучит очень коряво, но я не знаю, как лучше сформулировать эту мысль. Господи, отстаньте от меня, я всего лишь филолог. Что вы от меня хотите? Он объездил огромное количество стран со своими лекциями, предупреждая правительство и обычных людей об опасностях, которые таит глобальное потепление. Проблема лишь в том, стоит Альберту появиться в городе, температура мгновенно падает. Порой до рекордных значений. Начинает идти снег, там, где его отродясь не видели. То есть, типичное глобальное потепление. Январь 2004. Гор участвует в конференции в Нью-Йорке о потеплении на планете. Итог? Рекордное похолодание. Тот же 2004. 2004. Бостон. Лекция гора. Самый холодный день за последние 40 лет. 2006 год. Сенат США. Доклад о глобальном потеплении. Вы уже догадались. Заседание перенесли из-за сильнейшего снегопада. Пф, американцы. Заседание переносит из-за снегопада. Привет, Чукотка. Январь 2009. Вторая попытка пробиться в Сенат. Град. Кого-то явно бог не любит. Октябрь 2008. Выступление Гора в Гарварде совпало с самым холодным днем за последние 125 лет. А ты все еще о кроссовочках ноешь. Магия вице-президента США работает не только в Америке. В ноябре 2006 года Гор со своими лекциями выступал в Австралии и Новой Зеландии. Снег выпал и там. Альберту Гору не обязательно даже отправляться куда-то, чтобы повлиять на погоду. Достаточно воспользоваться твиттером. Апрель 2010. В своем твиттере Гор сообщает, что в этом месяце в Америке выпадет наименьшее количество снега за всю историю наблюдений. Следующий кадр фильм послезавтра. Два дня спустя Колорадо и Вайоминг буквально засыпаны снегом. Спасибо, Альберт. Какой можно сделать вывод? Прежде чем задуматься о летнем отдыхе, убедитесь, что это же самое место не планирует посетить Альберт Гор. А еще лучше его твиттер прошерстите. Но давайте на время оставим Альберта Гора в покое. Подумай над своим поведением. И вернемся к тем примерам, с которых я начал этот ролик. Действительно ли причина неудач кроется в законе подлости? Меня всегда забавляло, когда кто-нибудь из одногруппников сетовал на судьбу или неудачу, получив двойку на экзамене. Это вуз, там такое бывает, это вам не школа. Двойки не ставим. Закон подлости вытащил именно тот билет, который не учил. А ты что-нибудь учил? Выясняется, читал. Ну как читал? Пролистывал. И по факту студент пришел на экзамен, надеясь вытащить один из тех двух билетов, содержание которых он приблизительно знал. Ключевое слово приблизительно. Ну а кто в итоге виноват? Конечно же закон подлости. Блогер и видеокамера. Ну что-то явно вмешались высшие силы. Именно когда пришло вдохновение, заряд оказался на нуле. Кстати, со мной такого никогда не происходило. У меня просто не бывает вдохновения. Только вот если бы наш видеограф попробовал включить камеру за день до этого, ну когда вдохновения не было, то заметил бы, что батарейка на нуле. Он ее не заряжал с последней съемки. Только реакции это бы у него никакой не вызвало, потому что в данный момент камера ему не нужна. И чему собственно удивляться? Не зарядил батарейку, вещь не работает. И когда тебе надо, и когда не надо. И вот тут кроется весьма важный момент. Мы обращаем внимание на все эти неприятности именно тогда, когда ситуация кажется нам важной. Будем ли мы проклинать судьбу, если не сможем вытащить загаданную карту из колоды? Нет, шанс слишком мал. И вряд ли кто-то решит из-за этого, что на нем лежит родовое проклятие. Но стоит по факту в той же ситуации вытащить не тот билет на экзамене? Все. Вселенная против меня. Ну и что касается кроссовок. Чувак, ты живешь в Выхино. Скажи спасибо, что живым из метро вышел. В час пик не то что по ногам, по коленям ходить умудряются. И если мы не акцентируем свое внимание на какой-то вещи, в данном случае на белых кроссовках, все эти приятные бонусы, обезумевшие от желания попасть вовремя на работу толпы, мы воспринимаем как должное. Окей, но ведь бывают ситуации, когда ты идеально к чему-то готов, и именно в момент их все валится из рук. Спортсмены падают. Стихи забываются. Давай, заново. Травка зеленеет. Травка зеленеет, что немножко блестит. Ласточка летит синюю. Ручки отваливаются. Ну, тут, конечно, можно, если захотеть, увидеть влияние потусторонних сил, но зачастую именно в тот момент, когда человек понимает, что вот сейчас нужно показать товар лицом, волнение берет вверх. Вот вам и падение на сцене во время вручения аттестата, и пятна на свадебном платье, когда руки просто отказываются что-либо держать, и прочие прелести. Если же вернуться к Альберту Гору, то в его, безусловно, удивительной ситуации, сверхъестественное влияние, скорее всего, тоже отсутствует. Я не случайно подчеркнул, что за последние лет пятнадцать Гор провел несколько сотен лекций. И да, шесть или семь из них сопровождались чудесами природы. Но что по поводу остальных сотен? Если бы невозможность разместить красивый заголовок «Глобальное потепление, экстремальные холода» никто бы и не обратил внимания на эти совпадения. Но так как уже первый случай выглядел достаточно комично, конечно же, пресса начала искать подтверждение эффекта Гора. Ну и опять же нужно понимать, что погода в конкретный день и климат в целом – это разные вещи. Окей, но ведь бывают ситуации, когда ты выучил сорок пять билетов из сорока шести, и тебе попадается именно сорок шестой. Это-то закон подлости? Ну, в какой-то мере да. Или закон Мёрфи. Если есть вероятность, что какая-то неприятность случится, она обязательно произойдёт. И здесь нет ничего удивительного. Привет, теория вероятности. Если какое-то действие проводить энное количество раз, и существуют факторы, влияющие на получение негативного результата, погода, ноги соседа по вагону, один невыученный билет, то, если N достаточно большое число, отрицательный результат обязан выплыть. Что же в итоге с этим делать? Выучить несчастный сорок шестой билет. Ну, или проклинать судьбу. Второе, безусловно, интереснее. Всегда проще переложить ответственность за какие-то свои поступки или, наоборот, бездействие, к примеру, на Вселенную. Я ни при чём. Это вот специально, чтобы меня наказать, Бог. Вот, кстати, один из исследователей подтверждает именно эту точку зрения. Закон подлости существует. Объясню просто. Человек верит в то, что он кузнец своего счастья, и что-то планирует, намечает, пытается создать. Однако всё это не приносит желаемого счастья, а зачастую всё рушится, даже не достроившись. Всё это происходит потому, что человек не учитывает Творца и его заповедей, и того, что именно он стоит над всем. И Творец создал всё так, что успев всяких добрых начинаний, ждёт лишь тех, кто праведен и сверяет свои желания с волей Божьей. Тех же, кто стремится создать свою жизнь по своим понятиям, ждёт неудача, которую они окрестили законом подлости. Вот как-то так. Ну, тут человек 2.0 говорит, поэтому я не осмелюсь с ним спорить. Надеюсь, вам понравилось это видео. И если это так, обязательно поддержите меня лайком. А я встречусь с вами уже в своём следующем ролике, в эту среду. Всем хорошего дня и до встречи. И не забывайте про конкурс у меня в Инстаграме.